здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу рассказать о том начало путешествия нашего 2019 году мы очень долго нам задерживала визу финляндия и в то же время у нас были проблемы с ремонтом машины двигатель бесконечно долго ремонтировали поэтому как только машина была готова мы поехали в москву в 16 часов нам выдали визу и мы рванули финляндию на следующий день вот мы приближаемся границы это уже приграничная полоса ну вот мы поселились в то а ведь те это кемпинг в котором мы неоднократно останавливались на этот раз было интересно потому что персонала не было вообще мы созвонились и нам сказали номер коттеджа сказали что ключ в замке поселяйтесь и живите делайте что хотите вот кемпинг приходит запустение потому что русских туристов совсем совсем мало после 2014 года стало и поэтому и персонала тоже не было вот и мы уже неоднократно останавливать здесь лодки можно совершенно спокойно взять плавать сколько хочешь весла есть но мы просто устали уже не успели на следующий день нам надо было ехать уже в хельсинки на паром потому что билеты уже были вот мы сейчас выезжаем из кемпинга вот но прежде чем уехать в хельсинки марина накануне сказать там мы ходили в супермаркете она увидела белье хочу 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 такое белье прямо вот с таким рисунком она умеет у нас потребовать поэтому поэтому мы заехали сначала еще туда вначале в сам поселок туавете вот и для того чтобы купить вот этот комплект постельного белья для марина он стоил там немножечко больше 1000 рублей в переводе на наши и сейчас вот но мы проедем немножечко по самому поселку туавете он очень небольшой и посмотрим как живут финны вот и новый туз но мы там были уже много раз поэтому я знаю куда ехать вы видите дороге все идеально ровно это очень-очень крохотные такой населенный пункт здесь заправка какие-то магазинчики слева там дома жилые видны сейчас будут видны справа вот тоже справа тоже жилые дома в основном дома все одноэтажные очень аккуратненькие все примерно одинаковые все примерно одинаковые площади нет такого как у нас что там сказать там огромные безумно дорогие дома и безумно бедные дома такого нет вот начались магазины и вот мы подъезжаем к супермаркету сейчас мы заедем туда на парковку это вот лежачий полицейский и поворачиваем совершенно стандартный финский универмак цены надо сказать что примерно такие же как у нас на все поэтому в общем-то сказать разницы собственно говоря нет если можно заработать через интернет организовать то в принципе можно и жить вся разница только в жилье то есть за жилье там приходится дорого платить цены на продукт примерно такие же ну вот мы едем по финляндии так выглядит практически вся финляндия до хельсинки и идеально ровные дороги поля засажены каким-то то ли ячмень то ли не знаю что какой-то невысокий злак плотность населения очень маленькая людей практически мы не видим где они живут вот но тем не менее дороги абсолютно шикарные и хорошие на всем протяжении после того как мы приехали в хельсинки мы в самом центре нашли место для парковки и там был парковочный автомат вот мы выбрали язык английский и знание английского языка очень здорово помогает ну в любом варианте финский мы не знаем и на английском языке вот мы здесь набираем что надо ввести номер машины госномер и соответственно время которое мы хотим постоять берется плата я уже не помню сколько там бралось и мы вели эти дела там карточку вставляешь потом когда пишут ей напечатается бумажка и эту бумажку надо положить на торпеду под лобовым стеклом чтобы она была видна тогда штраф не возьмут если этого не сделать даже если будет уплачено то штраф возьмут потому что бумажка должна лежать сейчас мы находимся в центре хелсинки порт и скоро мы будем садиться на пароход на паром вот там вдали вы видите один большой паром такой синий это силия line это будет не наш паром потому что это этот паром идет в таллин а вот там 2 красный это будет наш габриэла насколько я помню их всего два габриэла и мариэла они абсолютно одинаковы один идет туда другой обратно да вот он викинг лайн видите это нас вот через час мы будем туда садится сейчас мы поставили машину на парковку но мне кажется я неправильно оплатил немножечко там совсем мало времени поэтому поэтому сейчас побежим назад пройдемся немного по центру и все на бороду и бороду сожжет да не такой крупнопожарный безопасно это классно тогда китайцы в парках играют в парках играют в парках играют в парках играют и на Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы поднялись на 11 этаж, но там оказалась капитанская палуба Сейчас на 10 этаже, если вы понимаете, 10 этажный дом Это корабль Вот здесь шлюпки Я нахожусь на самой верхней палубе корабля Которая доступна Вот Это Хелсинки Здесь такой же паром, но он ходит на Таллинн А это плоты спасательные Кирилл, остановись Привет, ребята Мы на таком же корабле, как тот Только другой Тот плывет в Таллинн Тот точно такой же, только другой Да, Кирилл, посмотри в камеру Точно такой же, но другой Народ сверху, смотри, гуляет Ходит Малюсенькая, смотри Кирилл Выплывая из Хельсинки, это крепость защитного укрепления, которые служили для защиты города, для защиты порта с моря. Так мы туда и не попали ни разу. Пока. Продолжение следует.